Особое мнение на 101FM Утро Надеюсь, не обманула в должностях Вот запуталась, ректор или ректорат? При ректорате При ректорате, советник Ладно, мы про ВУЗ и про молодежное предпринимательство И в целом про молодежную политику поговорим чуть позже А начнем давайте все-таки с бизнеса Я посмотрела, мы последний раз с вами встречались в апреле Сейчас на дворе конец июля Понятно, что ситуация экономическая меняется Вот по вашему ощущению, как человек, который работает в организации Общественной защиты прав предпринимателей С какими проблемами сейчас чаще всего сталкиваются кировские предприниматели И правильно ли я понимаю, что чаще всего проблемы возникают у тех, кто работал Либо там на экспорт, либо на импортном, наоборот, каком-то оборудовании Вот у этих людей, у этих компаний, у этих сфер больше проблем, чем у всех остальных Здесь я, конечно, соглашусь В апреле мы у нас увиделись, но после этого Произошли достаточно разные экономические, так сказать, вещи В частности, что касается, допустим, наших лесников в Кировской области Тема для нас жива Мы все-таки достаточно значимая часть Кировской области Произрастают леса И как-то мы до них добираемся, перерабатываем И все, что шло на экспорт в Европу, все восстановлено А большой процент шел нашего Кировского леса в Европу? Примерно хотя бы там? Ну, если взять фанерные комбинаты, они практически Практически в стране не продавали Я помню, когда мне надо было для Макдональдса купить В 11-м, в 9-м, в 10-м году при строительстве ламинированную фанеру Пришлось там какие-то муки ада пройти Чтобы где-то в Москве кто-то зарезервировал Чтобы здесь ее в Кирове выдали То есть фанерная промышленность работала вся на экспорт Многие предприятия нам известные Алмис уважаемый Не работали все на экспорт И хотя тот, кто работал, допустим, на иранский рынок Все-таки строительная доска больше шла не в Европу, шла на Ближний Восток Они рынки эти не потеряли Но европейские рынки встали Встали И когда мы увидим какое-то другое изменение Будет ли это через третье страны Или еще как-то Но в любом случае третья страна это потери Это потери через даже два раза деньги кто-то заплатит Два раза где-то документы им поменяются Сделает вид, что это пришло не из России Переклеить наклейки Или как там, насколько там все это В любом случае это затраты от пяти до десяти Может кто-то меня поправит Я сейчас такой операцией не занимаюсь Продавать через третью страну Но то, что многое через Вот все идет через Турцию Иран, Арабские эмираты Что-то нам наоборот уже поставляют В интернете информации очень много Что Арабские эмираты нам предлагают что угодно Все, что мы не можем купить напрямую в Европе Они все сейчас предлагают Но дороже Да вроде бы даже и не дороже Да, только это надо ведь выстроить Какую-то историю доверия То есть заплатить деньги, чтобы тебе товар пришел Это же не один день Поэтому плеснякам в плане фанкряжа Предприятия практически, по моему пониманию Практически стоят Когда они новые рынки освоят Или освоят какую-то другую продукцию Или все-таки развернут ее на российский рынок И выдержит ли российский рынок Те цены, которые были И на европейском рынке Были достаточно высокими Плюс ведь цена доллара и евро упала И понятно, что доходность Стала ниже Наверное Меньше рублей мы получаем теперь За каждый конкретный товар Внутри страны мы получаем меньше рублей Но если все-таки политика Сегодня строится Экспорт точно У нас зависит от нефти От газа, который мы продаем за рубли С точки зрения экономики Продажи за рубли, нефть и газа Мы в выигрыше То есть нам больше за это дадут Евро или долларов с той стороны Поэтому курс Который устанавливает сегодня Центральный банк Нельзя сказать, он плохой или хороший Наверное, там Есть кому, кто умнее нас И все это считает Но для бизнеса Курс 60 и ниже Это критичный Потому что если мы Словно в новый год Где-то заходили 73-74 рубля по доллару Это уже минус 20% То есть невыгодно работать Нашим предпринимателям Сейчас на экспорт Отправлять товар Неважно куда Если рентабельность Меньше чем 20% То невыгодно Вернее, потому что Ты будешь ниже себестоимости давать Как отдавать ниже себестоимости Поэтому Нет слова не выгодно Либо работаешь Либо не работаешь Нет, выгодно, конечно Есть такое слово Но невозможно отправить Ниже себестоимости И поэтому В моем понимании И по моей информации Наше предприятие Начинает работать с друг другом Пытаться выходить Внутри России И искать свои рынки сбыта Это сложно Потому что Это другие рынки Это другая экономика Это другие потребности Многим придется Изменить номенклатуру Своего товара Если Из Словно Из фанеры Можно делать Из фанкряжи Можно делать Фанеру Можно делать Мороженые палочки Можно Еще На китайский рынок Делать Палочки для еды Допустим Еще что-то Для восточных Совсем Там Где Палочками едят Япония Наверное Корея Китай Надо Придется Перестраиваться Сколько на это время Уйдет Технологически И Сам рынок Встать на этот рынок Он все равно Не пустой Есть предприятия Китайские Которые работают И у нас в регионе То есть Надо и с ними Будет конкурировать Поэтому Не очень легко У нас Сегодня Не зря Губернатор Создал Межведомственную Комиссию По лесной Отрасли И туда Перегласили ВТПП И других Умных Людей В общем-то Этой Отрасли Надо Сегодня Помога Но вот Это крупная Как бы Наша Отрасль Если Говорить Про более Ну Слово мелкие Мне не очень Хочется Говорить Про более Маленький Бизнес Что ли То У кого Все хорошо И вообще Есть ли те У кого Все хорошо Сейчас у Маленьких Машиностроителей Ну Что значит Машиностроителей Это металлообработка Это выпуск Каких-то Небольших Деталей У них Все хорошо Почему Потому что Импорт Закончился А И они Сейчас Закрывают Эту нишу Да Они Устремились В эту нишу Достаточно Я считаю У кого Были Закуплены Станки Которые Ну Может быть Были Не совсем Европейские Какие-то Там Совместные Тайвань Еще что-то Вот такие Которые Можно Русифицировать И ремонтно Пригодные Для наших рук Ну Вот Эти люди Сегодня Будут успешны Потому что Потребность В каких-то Мелких Деталюшечках Мелком Все Оно Оно Сейчас Будет Нарастать И Нарастать И Нарастать Потому что Оборудование Все равно Нуждается В какой-то В каком-то Апгрейде Да То есть Надо Постоянно Запчасти Да И вот Они С мелкими Заказами Будут Достаточно Конкурентны Так Существуют Сейчас 3D принтеры Еще что-то Вот такие Предприятия Которые Могут Быстро Что-то Изготовить В маленькой Серии Для них Это выгодно Заказчик Дает Денежку На это Они будут В общем-то Они сейчас На коне Да Они будут На коне Так А кто В проигрыше Очень сильно Ну Кроме Крупных сфер Если Взять Что-то Более Проигрыш Пока Все те Кто сидел На импортных Комплектующих Не секрет Что сегодня Автомобиль Даже Самый Не буду Марки Называть Самый Недорогой Самый Недорогой Стоит Около Миллиона Сейчас Я бы Не купил Честно Не стоит Он таких Денег Но И на него И то Комплектующих Не хватает Они Сейчас В очень Сложной Ситуации Им надо Настроить Вот эти Кто возьмется За Изготовление В России Всех Коопераций Которые Мы потеряли С европейским Качеством С европейскими Комплектующими На которых Был ориентирован Спасет ли нас Китай Наверное Полностью Не спасет Нам надо Самим Учиться Делать Вот Такую Кооперацию В стране Поднимать Если Мы Прям Совсем Приземлимся Возьмем Например Не знаю Там Сферу услуг В Кирове Вот У них Сейчас Как Ситуация Обстоит Вообще Люди В связи С Сложностями В экономике Начали Беречь Деньги И вот Конкретно Там В кафе Например Не знаю В салон красоты И ходить Меньше Или С той стороны Жалоб нет И все В принципе Работает Так Как Работает Смотрите Здесь Два Двусторонних Вектора С одной Стороны Это Их Финансовая Возможность Тратить Деньги Первая У нас Необходимость У кого Дети Естественно Это дети Второе Там Если Раньше Люди Копили Деньги На что-то Что-то Побрести В кризисе Обычно Часть Людей Начинает Трать Да я хочу Сейчас пожить Я уже не хочу Ничего копить Смысла Никакого Копить Нет Я хочу Сейчас Пожить Те Которые Люди Которые Горят Что Блин Надо Условно Пожить Успеть Так Вот Но при этом Финансовый Поток Встречный Да Если Этого Финансового Потока Нет То Свои Потребности Они Могут И не Закрыть Поэтому Сейчас От Государства Какой-то Рост Зарплаты Бюджетникам В рынок Сохранить Государственные Заказы Которые Проходят Через Муниципальные Органы Через Федеральные Структуры Всем чем Могут То есть Пусть все-таки Деньги в экономику Вливают А зарплату Бюджетникам Сохранять Для того Чтобы бюджетники Потом эти деньги Тратили Где-то В сфере услуг В той же Да Деньги будут Несколько раз Вращаться Они все равно Придут в конечном итоге В части Через налоги Обратно В бюджет Они вернут Они вернутся Условно Несколько Там Два Три Четыре Раза Если бюджетник Пришел В парикмахерскую То парикмахер Пришел В магазин То есть Он заработал денег И пошел И потратил В другом месте Продавец Магазина Сам свой Магазин Пришел Или в соседний И то что-то купил И опять пришел В парикмахерскую Поэтому Деньги В экономику Должны Запускаться Я видел Тут какую-то статью Что На 20% Есть увеличение Прихода Федеральных денег В нашу Кировскую область Не знаю Промелькнула у меня Где-то такая В голове Заголовок Значит Нас пока не бросают То есть Федералы Нас не бросают Дают Деньги В регионы Может быть В этом Есть Какая-то Такая Функция Регулирующая Государством Что мы Нас Нас Не забыли Здесь Будет ли в Кирове Развиваться Сегмент Нестационарной Торговли Вот Когда Начались Разговоры О том Что будут Сложности На кадровом рынке Что кто-то Может остаться Без работы Кто-то Работал На крупных Предприятиях Какие-то Бизнесы Будут закрываться И люди Будут выходить Там На рынок Труда И сами Может быть Что-то Более мелкое Будут Пытаться Изобретать Вот Сегмент Нестационарной Торговли В Кирове По которому Все время Лихорадит Будет ли он Развиваться Увидим ли мы Многие политики На этом имя сделали Современные Какие-то Объекты Я знаю Что притормозили Вот эту историю С Изменением Внешнего вида Облика МТО Пока Результаты Той Какой-то Не совсем Корректной Реформы Реформы Да Ну Во-первых Она действительно Не доведена До конца Но мы все знаем Что Сети Которые продавали Печатные Издания Посчитав Сколько Сколько Нужно Денег Вложить И Насколько В будущем У нас Такие люди Будут читать Решили Свою сеть Закрыть Это про Руспечать Мы говорим Сейчас Да Ну То ли АИФ То ли Я не помню Киоски Которые у нас были У нас очень много Жалоб Кстати от слушателей На удивление Люди звонят И спрашивают Зачем Власти Закрыли Киоски По продаже Газет Долго Им приходится Объяснять Что это Не власти Вот Там Там есть Совершенно Объективная Причина Вы давно Читали газету Я Успеваю Сотовый телефон Посмотреть Все что нужно Там практически На 90% Есть Конечно хочется Газету в руках Подержать Но на это Просто технический Время нет Сотовый телефон Ты тычешь Когда Когда Словно Есть возможность Побездельничать В этот момент Чтобы газета Оказалась в руках Свежая Ты же не будешь Я с собой Вероятность Да Поэтому Удобство В газете Оно пропадает И Но Так же как Ленина из Мавзолея Мы не выносим До сих пор Почему-то Он никому не мешает Я думаю Что в центральной части Города Где есть пенсионеры Где есть свои Читатели Все таки Несколько ларьков С поддержкой государства Мы бы должны были Сохранить С поддержкой государства А как без поддержки Если они экономически Приняли решение Уходить Вот в этот момент Когда они Как получилось Обратной связи Не было Какой Нам сказали Закрываться Мы посчитали Да Мы закрылись И ушли Если бы они В этот момент Власти Слышали Допустим Руководство Сказало Ребят Хорошо Мы закрываемся Но Мы вас Предупреждаем Что часть Читателей У нас было Вот то Что мы сегодня Закрылись Вчера-то Они приходили Вот поток Вот поток Примерно Такой Вы Вы теряете Такую читательскую Аудиторию Которая до сих пор Пользуется Газетами Вот эту статистику Надо было Мэру города Передать И С аналитиками Еще с кем-то Можно было Посчитать Что все-таки Какие-то ларьки Надо сохранить Если мне газета Нужна Я приду Не за квартал Как раньше Это было Не на остановке Где-то Дойду Ее куплю Если она мне нужна Или Почтой получу Или выпишу Или еще что-то Сделаю Это все зависит От моего желания То есть И способности Поэтому Не знаю Я Понимаете Поступать Хирургическим способом Нельзя Есть люди Которые В любом случае Пострадают Тащить махину Которая Убыточно И будет все равно Умирать Из-за того Что новое поколение Наверное Кроме сотового телефона В принципе Много что не видит И книжки читает Или не читает Это все заслуга Родителей Либо учителей Которые Выдают Домашние задания В низкогласное Чтение летнее И дети Как-то успевают Это определенная культура Как ее сохранить Читающая страна Мы когда-то В советской стране Этим гордились Что мы Высокочитающая страна Потеряли мы Это не потеряли Установить Ну наверное Через сайты Можно установить Что мы читаем Как мы читаем Сейчас это доступно Насколько читаем мы Газет или журналов Сложно посчитать Ну не сложно Ну кто-то мог бы посчитать И с точки зрения В конце концов Ну какая-то в стране Геологическая работа Это должна вестись В принципе Мы говорим Что у нас нет Геологии Или мы ее там Съели Постсоветское пространство У нас нет Геологии Да и она должна быть В любом случае Поэтому Газета является Таким источником Какой-то своей правды В которую Кто-то тоже верит Либо у властей Как бы задачи Такого нет Она сверху Не спущена В конце концов У нас есть Какие-то Министерства Внутренние политики Так В каждом регионе Так оно Как-то ведь Может взаимодействовать С властями Городских округов И говорят Что ребят Ну нам надо Чтоб народ читал газеты Не подождите Ну вот сеть По продаже Печатной Там прессы Условно говоря Она вообще Может быть рентабельна Если она продает Только газеты Может быть Тут тогда Надо Какие-то У нас и так Там разрешено Было до 50% По-моему Или до 70% Или до 30% Разрешено Иной продукции Да Другая продукция Которую Можно вроде бы В магазине купить Но людям удобно И они покупали Они несили туда Свой рубль И значит Это требовалось Ростребовалось Но Я-то думаю Что наша Это как раз История в том Что Власть сказала Чтобы вам дальше Работать надо Ларьки Вот Из сусального золота Я утрирую Конечно Мы помним Были жалобы предпринимателей Что это очень дорого Люди Которые продают газеты Понимая о том Что они Ларьки Социального золота А им купить Не на что Б Они их никогда Не отработают Все-таки Не предупредив Власть до конца Не сказав им Тогда мы уходим С рынка Не то что мы вас Пугаем Но вы на всякий случай Подумайте Нужны ли вам Вот эти читатели Которые ходят И покупают Вашу же газету Которые Власть что-то пишет Приличное Что бы хотела Донести До Своей аудитории Нет просто Обратной связи И может быть Двухстороннее Как у нас всегда говорят Двухстороннее движение Ну смотрите Там же история С нестационарными Торговыми объектами Она не только Печатных Вот этих вот Точек касается По продаже Печатной продукции Там в принципе Все предприниматели Говорили что Вот этот вот Апгрейд Который заложен В новых правилах Да Он Не то чтобы Неподъемный Ну прям Вот внушительную сумму Надо Потратить на то Чтобы привести Свой киоск В тот или иной вид И много же было Разговоров По поводу того Что давайте Вы предпринимателем Там тогда Как-то Не знаю Пойдете на встречу Разрешите Устанавливать Эти объекты Например на остановках Там еще где-то И таким образом Убьем сразу Двух зайцев И остановки будут У нас нормальные Или вообще Условно город Вкладывает деньги Во что-то В создание Там таких объектов И потом их сдает В аренду Нет Ну я помню Что я свою деятельность Обусмена В четырнадцатом году Принял Последние Тринадцать ларьков Которые хотели То ли сломать То ли не засломать Удалось из них Четыре спасти Четыре сами Закрылись А четыре Назрушителями Были Условно Эпопея Действительно Старинная Старинная Бесконечная И Понимание Властей Что ларек Это Социальный проект Для выращивания Предпринимателей Это должно быть Сознание Властей Это понимать То есть Это самый первый Самый первый Этап Самый первый Объект Первый Самый Это стоять На рынке Второе Купить ларек Уже продавать На своем месте Не стационарном То есть Это вход Такой получается Вообще Это школа Предпринимательства А когда ты уже Вырос из этого уровня У тебя либо Сеть ларьков Становится Для тебя Это становятся Уже Наемные работники Которые Ты создаешь Рабочие места Если там Человек работает Не факт Что он Трудоустроен Трудоустроен С налогами Не с налогами Там вся эта Эпопея была Такая Помните На комсомольской На ярмарке Из 128 Рабочих мест Только 4 Предпринимателя Работали в правовом поле 4 торговых места Работало В правовом поле Остальные люди Были Либо Не нанятые Не трудоустроенные Либо вообще К предпринимательству Никого отношения Не имели Поэтому Должна быть Вернее Политика Государственная Есть Но Федеральный закон По-моему Этой стационарной Торговли По моим понятиям До сих пор Не приняли Мы так много-много лет Говорим о чем-то И Внутри региона Нашей власти Было Ну Целое управление У нас По развитию Предпринимательства Или там Департамент На уровне Областного В городе Значит Есть Кто-то должен С аналитикой Видеть И считать Каждый раз Насколько Вот Это Должно быть Ну Понимаете Сегодня один пришел Посчитал так Завтра другое Посчитал так А предприниматель Так не может Привязываться Подсчетом Политика Должна быть На 7 На 10 лет Те Короткие сроки Которые раньше Давали Три года Они сейчас Уже не могут быть Кто-то должен Себя сломать Принять политику Что вот На следующие 10 лет Мы никого Не трогаем Работаем Но это Должна быть Сильная рука Которая это Захочет сделать Ее просто нет Надо ли бюджету Там в лице города Либо в лице Не знаю Там власти региона Все-таки Вкладываться В создание Сети Какой-то Вот этих Небольших Нестационарных Объектов Издавать Власть Издавать В аренду Если власть Мы хотим развивать Например Молодежные Предпринимательства В современное Время Уже нет Почему Все-таки Молодежь На это Не ориентирована На торговлю Да Нет Ну у нас Есть сеть Кофи лайк Допустим Но это Услуги Больше уже Мне кажется Да Чем торговля Это серьезный бизнес Молодежи Нет столько денег Чтобы создать Такую сеть Чтобы ее Раскрутить Это серьезно Как бы Сейчас уже С ларька Не начать Помните У нас там И Рома была Сеть Когда-то Еще Сейчас создавать Какую-то Сеть С нуля Без услуг Как вы заметили Правильно В кофе лайк Это услуга Я думаю Бессмысленно И бездарно И не столько Много у нас Не будем Наши Компании Называть Региональные Которые у нас С товарами В ларьках Сидят Их не Не столько Много Чаще Они сейчас Все-таки В магазины Уходят Покупают Первые этажи Или перекупают Уже Перепрофилируют Чьи-то предыдущие Я знаю Вот один угол Там В конце концов Пришла Местная Наше Производящее Предприятие Со своей сети Место Много раз Менялось Все-таки Пришлось И работает А в таком случае Получается Что вообще Нестационарные Торговые объекты Не нужны Я так не могу Сказать Они Нужны Там Где торговля Не успевает И где человек Платит Рублем Где ему удобно Может быть Действительно В районах Которые Развиваются Где допустим А новые микрорайоны Новые микрорайоны Допустим Это с остановки Идти до какого-то Ближайшего магазина Не так близко Хотя сейчас Магазины Ну взять Вот чистая природа Там Пятерочек Магнитов Макси есть Какие-то Небольшие Магазинчики Есть Они все Первые этажи Магазины Но если человек Хочет Но это район Который давно Уже развивается Он уже Двадцать лет Развивается А есть Есть ведь Новые районы Да Где пока еще Пока еще нет Ну Понимаете Как бы Опять же Все временно Построить Поставить Вагончик Ну или Ларек Скажем Который Неизвестно Когда окупится И на сколько лет Тебе удадут И на сколько лет Здесь рынок Не откроются Другие магазины В которые Покупатель шел Ведь раньше Чем ларьки Хороши были Тем что В вечернее время Когда магазины Уже были закрыты Человек Трудайся Поздно приехал С работы Мог что-то купить Пусть Не совсем Для того Чтобы мясо Суп сварить Что-то Мог перекусить И лечь спать Чтобы Кутру Не умереть Мне казалось Всегда Что Киоски Которые работали На остановках Они были удобны Тем что Ты собираешься ехать Тебе надо Водичку Жевательную резинку Шоколадку Все что угодно Тебе можно это купить Не заходя в магазин И не стоя Учить Вот эту длинную В кассу Ты подошел И купил Ну наверное удобно Да Пока же ты ждешь Автобус Он все равно Не за 5 секунд Приходит Что-то успеть купить Понять Что тебе надо Да наверное Это будет работать Будет работать Но пока Это история Как я понимаю Даже не рассматривалась Эта история Помню Есть краснодарский опыт Он старинный опыт Когда они Разрешили все-таки Переоборудовать себя Столом Остановки Еще раз У нас ведь тоже это было 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 только Все это перешло В такой Разряд Капитальных строений То есть Предприниматель В какой-то момент Начинал Заупотреблять правом И всех этих На остановках У нас место Какого-то Такого Вагончика Ну не вагончика Такого Нестационарного Объекта Возникал Стационарный Объект Который Потом Через какое-то Время Власть Заставлял Осносить Что на Солнечный Помню Что на Производственный Что Много Таких Ларьков Которые Снесли Которые Даже на Герцена Взяли Герцена Напротив Сейчас там Герцена И Ленина А это там Сейчас умную Остановку делают Насколько я понимаю За 3,5 миллиона Мы про эту Говорим Остановку Которые Рядом С парикмахерской Да Да Сейчас банком Шайба Раньше Или Гайкова Я назвал Там остался Фундамент Ну что значит Фундамент Значит Это был В общем-то Нестационарный Объект Фундамент У нас Стационарные Объекты То есть Если Он Как бы Был в такой Форме Которая Именно Была А-ля Интеграция С остановкой Вопрос Очень Спорный Вопрос Спорный Потому что Представьте Всегда Хочется Надолго И всерьез А властям Хочется Каждый раз Давайте Что-нибудь Порегулируем А давайте Мы что-нибудь Поруководим Да Поруководим Дайте Что-нибудь Отпилим Заставим Его переделать Ну как Ему управлять Вот Ну хочется Управлять У нас Право Есть управлять Наша территория Мы хотим Сегодня ларьки Такого цвета А завтра Другого цвета Вот это все Вот это Все история Вечных Значит Как бы А если Было бы Может быть Какой-нибудь Градостроительный совет Серьезный Который сказал Что вот в этом месте Вот Вот Вписывается Вот такой Красивый ларек Который Да Действительно Стоит денег Но Но он останется Здесь навсегда Здесь он останется Навсегда Потому что Он Вписался В архитектуру Города И никто Не сможет Его там Через 5 лет Подковырнуть Через 10 А может Через 15 Тогда предприниматель Считал Просчитывал бы Но у нас Нет такого Законодательного Права То есть Мы Не можем Под одну Остановку Изобрести Один закон Чтобы вот Именно на этом месте Ларек будет 15 лет стоять У нас есть Там Нестационарная Сейчас вообще Даже Это не объект У нас Право торговли То есть На самом деле Люди Играют В Такой риск И на себя Берут Кажется Что Не знаю С сегодняшним Регулированием Не имея Собственности Земельный участок Я бы даже Туда лопату Не воткнул Все понятно Андрей Вавилов В нашей студии Председатель Кировского Регионального Отделения Опоры России Советник Приректор Тевятского Госуниверситета По развитию Молодежного Предпринимательства И предпринимательства Мы сейчас Убегаем на рекламу Вернемся И начнем Уже про молодежь Особое мнение На 101FM Возвращаемся в эфир Сегодня это Особое мнение Андрея Вавилова Мы продолжаем Извините Андрей Николаевич Зацеплюсь За остановку Которые За 3,5 миллиона Такое ощущение Что это Самый первый Объект Который в Кирове Возводится к юбилею Много было споров О том Надо ли тратить Столько денег На одну единственную Умную остановку Так называемую Но вот Работы уже начались Если все-таки Серьезно Говорить О юбилее О 650-летии города О подготовке К нему Сейчас я понимаю Что вот В сентябре Начнется эта программа 650 дней до юбилея И видимо Группа Будет предлагать Та рабочая группа Которая есть Разные какие-то Проекты И не знаю Там какие-то Способы Изъятия Там И привлечения Средств На реализацию Этих проектов Вам как кажется Все-таки Вот чего Кирову не хватает Вот что бы Вы Как житель Кирова Хотели бы Здесь видеть Что мы можем К юбилею сделать Кроме остановки За 3,5 миллиона Мне как у жителей Кирова Все есть Так Ну ладно Это ваши Ну нет Подождите Я же не про вас Смотрите Как бы Мы для кого Общий город строим Наверное Для Теоретически Для тех Кто должен в нем жить Да Так Все-таки У молодежи Мы Вот смотрите Есть Есть большое желание Спросить У молодежи Так Что она хочет Чтобы Она здесь жила Училась Работала Развивалась Рожала детей Поэтому Я знаю Что У нас ректор Университета Валентин Николаевич Пугзер шел Там рабочая группа Или как уж она там называется В правительстве Губернатора Или исполняющей Обязанности Губернатора Создал Или организовал Как правильно Там Я считаю Что Очень Валентин Николаевич Это хорошее Приобретение Для этой группы Потому что Мы наверное Можем На полях Университета Провести Некое исследование Не исследование Я думаю Называется даже У нас есть опыт Проведения Урован Форумов Или еще что-то Такого И студентам Студенты Чтобы рассказали Сами себе Где они хотят жить Что они хотят видеть Чтобы они спроектировали Чтобы они Сказать Власти подсказали Либо в конце концов Попросили Там Вай-фай На каждом углу Либо еще что-то Чтобы им было комфортно В этом городе жить Они не рвались В Москву В Питер Или за границу Как раньше Наверное Остались страны Которые открыты Что именно им хочется Поэтому Вот Так вы бы спросили У молодежи Конечно Я бы спросил У молодежи У детей У своих детей Спросил бы У меня старшему 32 Младшему 9 Корреляция такая Могу спросить У своих детей Что бы они хотели Чтобы здесь Жилось комфортно И вот На этих хотелках Детских Пусть они будут Не совсем осознанные Может они не совсем Будут в бюджете Или там Будут какие-то Космические Но часть из них В любом случае Будет То что нужно Для того Чтобы здесь Здесь Было жить комфортно Поэтому Вам как родителю Вот что бы хотелось Чтобы было в Кирове Для ваших детей В любом случае Как жителю Центральной части города Мне бы очень хотелось Чтобы у нас есть Два обрага Которые не будут Не будут устроены Если мы там Обраг за ссором Мы про него говорим Да Два обрага Между улицами Володарского И Свободы Свободы И Ленина В центральной части города Много раз рисовали Что там будет построено Что-то там Даже начиналось Не будем фамилии называть Мы знаем Кто начинал строить Что-то брошено Но там же Великие Воснецовские места Так сказать Да В одной части Обрагов В другой Значит там Еще что-то Можно придумать Какие-то В центре города Есть прекрасное Рельефное место Такое Да Которое Интересное Могло бы заиграть Чтобы его благоустроили Ну пока нет Ну как-то Вот мы все на Москву Там на Зарядное Там Или как оно называется Зарядье Зарядье Да Понятно что Бюджеты Москвы Но они это сделали Между делом А нам хотя бы На 650 лет Что-то Приличное сделать Вот в этих двух Лужах Назвать Или не знаю Не обустроенных мест Тогда бы город был Ну там же Между двумя улицами Следующими Есть Собственно Есть же опыт у нас Обустроенный Там у нас Как он называется 60-летие 600-летие октября Сквер Ботанический сад Собственно Это тоже Ботанический сад Это тоже овраг Как бы Да У нас было В обучении дипломов Губернатор приходил В ботаническом саде И в общем-то На федеральном уровне Нам дали Высокую оценку Что выпускники Вуза Получили Вот в такой Камерной обстановке Ну не камерной Как назвать Камерной Некамерной В какой-то Нестандартной обстановке Не на театральной площади Как обычно А вот И не в зальчике Да Не в зальчике На сцене А именно Практически На природе Не знаю Фотографии есть В интернете Поэтому Чем больше у нас Вот таких будет Зон отдыха Оно есть Только оно Не обустроенное Вот Ну не все могут Выйти на набережную Грина Дойти Может быть Ну и в целом В центре города Было бы неплохо Если бы была Какая-то зона такая Да Я вот здесь Из Перми Вернулась в понедельник Я вам могу сказать Что весь город просто уставлен такими клумбами Маленькими квадратными В которых растут цветы В Кирове я такого вообще нигде не видела То есть редкие клумбы на газонах Которые вымирают потом После использования реагентов зимой И надо полностью грунт менять Я думаю Что молодежи было бы интересно Мало бы Если центр города будет благоустроенный Молодежи больше будет интереса Здесь жить Учиться Работать Рожать детей И все остальное Недвижимость для молодежи важна Или нет Возможность купить квартиру Молодежь сейчас немножко по-другому мыслит Она себя не сильно утруждает Именно молодежь покупкой И Другой стороны Не совсем состояние И ермом ипотеки Но нам как Вот Если рассматривать Сейчас у меня много работы В университете С крупными заводами происходит Потому что мы Планируем провести Акселерацию студентов Осенью большую Взаимодействие с нашими крупными заводами В смысле Акселерацию Вы хотите То есть Вот этот процесс Трудоустройства наладить Выпускников Или Или мы про что Про практику Акселерация Это развитие Развитие Это я понимаю Да Там все будет Там будет в принципе все Так Вообще То есть Я себе задачу поставил Развивать Лидерские качества У всех практически студентов У всех невозможно Но Тех кто захочет Мы это создадим И слой в университете Чтобы они развивались А из них уже получится Кто-то предприниматель Кто-то хороший педагог Кто-то хороший Физик Или научная работа Или инженер Да инженер Кто-то То есть Вот Большое желание Помочь каждому Стать лидером В чем-то Не обязательно Быть политиком Слово лидер Это не равно Политик Лидер Это есть Лидер может быть И в технологиях Какой-то Которую Он придумал Я вас увела По-моему Немножко в другую В другую сторону Да Итак У вас Акселерация С крупными предприятиями Я так понимаю Что Там есть Я про кадры начал Вы начали мне Да Действительно Есть сегодня Много задач У крупных заводов Чтобы наши выпускники Нашего университета Оставались на наших предприятиях Это большая задача Глобальная задача Она Реализуема Совместно с нашими предприятиями Которые в Кирове В Кировской области У нас есть Большой опыт Самутинский металлургическим заводом Уже несколько лет Очень серьезная программа Они находят сами Себе Будущих своих Работников Мы вместе с ними Учим Очень серьезная работа И вот Мы с вами Про жилье Да Возвращаясь к недвижимости Да Вернули их к недвижимости Понятно что Неплохо бы Чтобы Молодые люди Уже закончив Или начиная Заканчивать университет Понимая На какие они Доходы будут жить В будущем Создавали семьи Получали Какую-то С поддержкой Государственную ипотеку Что-то поставали С региона Это такая Очень большая Глобальная задача Я думаю что Я уверен что Наш новый губернатор Который Нет сомнений Что изберется Подождите Мы так не можем Говорить перед выборами Не можем Не можем Извините Если кого-то Так сказать Все таки По профилю Губернатора Он занимался Молодежной политикой С его Раннего С юношества С его Думаю что Давайте все таки Дождем действительно Выборов Но Дай бог У всех все получится И Молодежи мы Серьезно все займемся И мы бы с университетом Тут могли быть Большим подспорьем Я спросила вас Про недвижимость Не просто так Тут у нас на протяжении Последних Наверное полутора Двух лет Есть жалобы Со стороны Строительных компаний О том что Сложновато стало В Кирове работать Не выдают разрешения Вот вчера буквально Встречался В РИО С представителями Как раз нашей Строотрасли И собственно Вот сейчас Из официального релиза На сайте правительства Можно подчеркнуть Что договорились Вроде как о чем Некие правила Единые для всех Строительных компаний Выработать То есть есть С одной стороны Потребность властей Чтобы строилось Не только жилье Но и социальная инфраструктура С другой стороны Есть жалобы Строителей На то что Вот эти правила игры Они по ходу Что называется Меняются То есть когда-то Давно можно было строить Без социальной инфраструктуры Теперь сказали Надо строить с ней А участки уже вроде как В собственности И уже вроде как И проекты согласованы И все уже просчитано Ну в общем Будет сложная история Вы вообще следили за этим конфликтом? Да Я слежу за ним Если вы спрашиваете Мое личное мнение Строители просто говорят Что вот эта вот Дополнительная нагрузка Она естественно Сказывается на стоимости Квадратного метра И соответственно Молодежи Которые только начинают жить Не очень просто Купить такие квартиры Если мое мнение То новые районы Надо проектировать Естественно С инфраструктурой Школы Детских садиков И чтобы застройщики Там все равно же У нас новые земли Как-то торгуются Через мунициплины Через торги Через федеральные Структуры Есть федеральная земля Застройщик должен Прежде чем купить Земельный участок Знать правила игры Если И они должны быть Неизменны Если земельный участок В центре города Где он принял участие В расселении Какого-то дома Дом там стоял Физически там были Какие-то квадратные метры Обременять его Строительством Какой-то дополнительной Школы Или Детского садика Мое мнение Опять же Значит Это Такое Выкручивание Рук Несправедливо Земля была Дома стояли Да может быть Они были Не такой этажности Не такое Не такое Все это Но Заставлять При строительстве Точной застройки Дополнительную структуру Мне кажется Да несправедливо Андрей Николаевич Пора нам убегать Из эфира Звукорежиссер нам говорит Что пора Закругляться Спасибо большое Андрею Вавилову Председателю Кировского Рекотделения Организации Опоры России Советнику Ректорат Авиатского Госуниверситета По развитию Молодежного Предпринимательства Развитию бизнеса Я думаю Что мы Про молодежное Предпринимательство Отдельно будем делать Программу Спасибо И до свидания Особое мнение На 101FM